Восемь школьников, учеников энергокласса разработали уникальные проекты, новизна и актуальность которых подтверждены патентами. Кроме этого, юные балаковские изобретатели не раз становились победителями различных научных конкурсов. И это при том, что число соперников порой достигало 300 человек, таких же талантливых и изобретательных. Это результат такой яркий, впечатляющий, а сама-то работа очень кропотливая, достаточно сложная и нудная. Это очень непросто заставить себя сидеть и всем этим заниматься. Кроме того, у них же есть какие-то свои влечения, у них должна быть своя личная жизнь. Я, честно говоря, просто не представляю, когда они это успевают и как они все это делают. Ружье с повышенной дальностью и точностью стрельбы, электродинамический фонарик, энергонезависимые речные знаки. И это далеко не полный перечень проектов, которые юные ученые воплотили в жизнь. Складная микрогресса под ружьным колесом, создан для того, чтобы брать с собой свои психические походы или чрезвычайные ситуации. Поплывок пойдет на гладь воды и в течение у нас будет толкать винт, который будет вырабатывать электроэнергию. Моя прогресс отличается от аналогов тем, что ее можно брать с собой также в походы. Свои разработки юные изобретатели представили на их первой пресс-конференции, приуроченной к Дню воды. Вопросы им задавали юные журналисты. Вопрос к Виталине Журавлеву. Мне очень приятно осознавать, что нашему поколению предоставлена возможность конструировать модели. Мне лично интересно, с чего началась разработка складной микрогресса. Поскольку юным изобретателям, как любому настоящему ученому, иногда проще придумать, реализовать свои проекты и получить патенты на изобретение, нежели рассказать об этом журналистам, то на пресс-конференции периодически за ребят отвечал их наставник, руководитель научной школы Николай Устинов. В прошлом году на конференции, на саратовской выставке энергоэффективность, по-моему, подошел из Грузии товарищ, посмотрел и сказал, девочки, давайте мне все материалы, у нас такие речки есть. Ну, когда мы сказали, что всего лишь 3 киловатта, на больше нашей разработки, на уникальных детей, мы все-таки еще дети, он сказал, а мне нужны 50. Пришлось на этом расстаться. Возможно, воспитанники кружка «Русгидро» в будущем станут великими изобретателями. И мы будем читать в известных СМИ о том, что разработка балаковского ученого удивила весь мир. Возможно, не все ребята пойдут по научному пути, выбрав для себя что-то другое. Кто-то из них свяжет свое будущее с гидроэнергетикой, потому что уже сейчас их разработки именно из этой сферы. Но в любом случае, обучение в энергоклассе, творческие и научные эксперименты во время занятий в кружке позволят им переступить пороги любых вузов. Мы изобретатели!